Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Посмотрите на эту редчайшую девушку по имени Доброта. Шла по свету девушка простая с именем редчайшим Доброта. Лёд без душ я с ней при встрече таял, и остепенялась суета. Злоба выходила на дорогу и с разбоем шла на Доброту. Встретив, вырождалась понемногу Доброте вредить невмоготу. Ложь порой так искренне краснела При нежданной встрече с Добротой. Лесть же подлизаться не сумела И ушла, прикрывшись темнотой. Долго в одиночестве шагала Доброта по честному пути. Но однажды дружбу повстречала. С нею веселей вдвойне идти. Дружба позвала с собою радость. С радостью примчалась красота. Всё же победит любую гадость в жизни Непременно доброта. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы прочувствовали этот стих. Потому что Доброта, она всю злобу абсолютно победит. Потому что в Доброте есть Любовь. Любовь – это есть Бог. Вот Бог наш есть Любовь. И Любовь никогда не терпит поражения. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Утром рано, проснувшись, просто попросите. Просто, дорогие мои, попросите Бога, чтобы Он окутывал вас Своей Любовью. Добром, радостью, Любовью. Понимаете? Потому что это самое главное. В Любви есть всё. С Любовью можно всё. При Любови истаивает всё. И, конечно же, в свою молитву всегда вводите это слово. Господь, дай мне Любви Божией. Дай мне доброты. Дай мне и моим родным, и близким радости. Окутай нас Своей Любовью. Вот таким вот образом. И я хочу, чтобы вы знали, потому что, может быть, не каждый знает. Утро каждого рабочего дня начинайте с молитвы. Не считайте это время потраченным впустую. Оно будет увековечено. Можете это слово записать себе, что это время, которое вы потратили на молитву, на беседу с Богом, это, именно это время будет увековечено. И не только в вас, в ваших детях, в ваших внуках, в ваших правнуках. Я это вижу на многих примерах. Например, у Веры, на примере её отца Остапа. Насколько эта молитва, она увековечила и детей, и внуков. Вот таким образом можно добиться успеха, одержать духовную победу. Самое главное – духовная победа. Это самое главное. Смотрите, на наши молитвы, которые вы возносите к небу, вы никогда не чувствуете себя одинокими, потому что вы возносите же в небо, вы же знаете, что там тот, кто создал нас всех, кто создал вот эти вот слёзы, переживания, радости, успехи, и что мы это всё чувствуем. Понимаете? На наши молитвы, которые вы возносите к небу, когда вы чувствуете себя одинокими, разбитыми, или переживаете искушения, Бог, Он отвечает, ну не всегда, конечно, так, как бы вам хотелось, но всегда так, как это наилучшим образом служит нашему благу. Вот я всегда думала, Господи, ну ответь, ну вот я же прошу Тебя в молитве каждый день, изо дня в день об этом, а потом смотрю на Его ответы, как Он в течение жизни мне давал ответы на все мои молитвы, но всё в своё время, потому что Бог отвечает не всегда так, как нам хочется, но всегда так, как служит нашему благу. Молитва – это самая большая сила, которая меняет судьбу человека. Вы можете называть себя там судьбой. Я верю в судьбу, как человек говорит там, я верю в удачу, а я верю в Бога. Удачи не бывает у верующих людей, судьбы не бывает, есть Божья воля на что-то, и нет Божьей воли на что-то. Вот если на то, что вы просите, есть Божья воля, то будет именно так, и Боженька вас обязательно наградит, и зальёт на вас всю свою любовь, доброту, дружбу. С Богом надо дружить. Вы знаете, это такая сила молитва, и на этой земле не существуют силы, влияющие на жизнь человека больше, чем молитва. Поэтому пред Богом гадание, предсказание, и всякое вот это всё человеческое, языческое – это нечисть, мерзость. Он так и говорит – мерзость. Вот мне интересно, люди спокойно идут к гадателю, который раскидывает им там камни, карты, ещё что-то, кофе, куски хлеба, или ещё чего-то, и пытаются рядом ещё и ставят Христа, или ещё что-то, какую-нибудь там иконку, и какую-нибудь свечку включают, начинают выкатывать яйца, или ещё что-то делать. Это такая мерзость пред Богом. Волхвы, гадатели, так написано в Библии. Это люди, которые никогда не читали Библию, не знают волю Божию, что можно, что нельзя. Ведь пока вы не возьмёте Священное Писание, не откроете его, вы не поймёте, что можно, что нельзя. Так вот, Бог – это любовь. И когда вы идёте по дороге вместе с Богом, держась за его крепкую десницу, держась только за него, ни за кого больше, только за Бога, крепко-крепко возьмите его за руку и держите его за руку. Не волхва, не гадалку, не тётку Груню, не какую-нибудь другую, а именно его. Каждое утро вы с ним идёте за руку, когда вы в молитве с ним. Поэтому вы увековечиваете. Но! Одно «но» – это же нужно каждый день, ведь каждый день – это и есть наша жизнь. Поблагодарите Его за то, что вы уже открыли свои глаза, за то, что мы живы. Сейчас многие поворачиваются к Богу, потому что понимают, что люди настолько захлебнулись в своих грехах в этом мире, особенно на территории бывшего Советского Союза. Настолько они обезумели, просто обезумели. Но когда вы за руку с Богом, вы не даёте этому безумству, бесовскому, войти в вашу жизнь. Вы аннулируете, не спровергаете, разрушаете все бесовские и сатанинские планы. Потому что каждое утро – это не потраченное в пустое время, а это время, которое вы увековечиваете для себя, для своих детей, для своих внуков, родных и близких. Помните, это самая сила есть. Это самое, что ни на есть, силище, такая силище, которая всю мою жизнь работала, работает и будет всегда работать. Мало того, у нас есть такое приобретение, как помимо этой мирской жизни на земле нас ещё ожидает и другая жизнь. Именно жизнь. Кого-то она уже не ожидает, потому что по локоть в крови. Хотя Господь даёт шанс посредством Христа всегда покаяться. Но не так, как ты идёшь, знаешь, на что ты идёшь. Ты знаешь, что Господь есть. Ты знаешь, ты раньше ходил и, может быть, в церковь, и, может быть, и всё равно не отказываешься от бесовского. Нет, я не про этих сейчас говорю. Я говорю про тех людей, которые искренне, искренне хотят раскрыть свои объятия Богу, покаяться, и Бог примет, обнимет. Но никогда не возвращайтесь ко злу вновь, потому что вы аннулируете всё то, что вы просили. Вот об этом я хотела сегодня поговорить, потому что я очень люблю вас и мне так хочется, чтобы ваше время не было потрачено в пустую, чтобы оно было увековечено с любовью к вам, с благословениями. Пусть Бог благословит вас, ваших родных и близких во всех сферах жизни. Я вас очень люблю, всех тех, кто меня слышит. А меня слушают только добрые люди, добрые сердца. Зло меня не выдерживает. Оно и стаивает. Я люблю вас. Пока-пока. Пока-пока.